Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней сессии торговой недели. Сегодня, как обычно, мы начнем наш обзор с анализа динамики нефти Brent и российского рубля. Далее поговорим об основных валютных парах и дадим свои прогнозы на сегодняшнюю сессию. Нефть Brent завершила торги среды с незначительными потерями на 20 центов на уровне 39 долларов, 98 центов за баррель. При этом торговый диапазон составлял 1 доллар 46 центов, во многом благодаря публикации отчета по запасам нефти от Министерства энергетики США. Большую часть сессии мы наблюдали восходящую динамику Brent. Согласно официальным данным, Министерство запасы на прошедшую неделю увеличились на 2 миллиона 299 тысяч баррелей. Хотя прогноз был выше, рост на 3 миллиона 167 тысяч. Тем не менее, нервозность инвесторов, связанная с грядущей встречей экспортеров в ДОХе 17 апреля, отражается на ценах. После публикации по запасам курс резко ушел вниз. С 17 апреля, напомню, состоится встреча крупных экспортеров, где будет обсуждаться вопрос о заморозке уровня добычи нефти. Вчера рынок удивили заявление министра нефтяной промышленности Кувейта, который сообщил о готовности страны возобновить добычу на месторождении Карфи, которая была заморожена с октября 2014 года. Данное месторождение позволяет добывать до 300 тысяч баррелей нефти ежедневно. В свою очередь, эти новости увеличивают пессимистичное настроение на рынке относительно грядущей встречи. Сейчас актуальная котировка 39 долларов 58 центов. И на сегодняшних торгах вполне вероятно тестирование уровня 39 долларов за баррель. Если цене удастся пробить эту поддержку, то, возможно, мы увидим коррекцию 38 долларов 50 центов за баррель. Внутри дневные потери рубля против доллара в среду составили 18 копеек. Однако, учитывая закрытие вторника, рубль пока еще был в плюсе, так как вчера пара стартовала вниз с гэпом на 36 копеек с отметки 67.73. Рост рубля до 4-месячных максимумов в первую очередь связан с возросшим интересом к рисковым активам на фоне повсеместного ослабления американской валюты. Также в середине сессии рубль дорожал, реагируя на восходящую динамику нефти, которая выросла до 41 доллара 33 центов за баррель. Однако, последующее движение вниз несколько смазало картину в конце торгов. Вчера пара стартовала с уровня 67.73, протестировала поддержку в 67 рублей за доллар к концу дня. Тем не менее, закрылись торги выше на уровне 67.91. А учитывая сегодняшнее ослабление нефти ночью до 39.58, скорее всего, мы увидим возврат пары к уровню 68.50 уже на сегодняшней сессии. На торгов среду евро-доллар сохранил восходящую динамику этой недели. За прошедшие три сессии пара отыграла потери предыдущей недели, вернувшись к тестированию сопротивления 1.13.30. 17 и 18 марта были попытки закрепиться выше этого уровня, которые оказались безуспешными у быков ввиду недостаточных фундаментальных оснований. Как раз тогда пара возобновила нисходящую коррекцию на фоне ястребиных комментариев представителей ФРС Сен-Плуис и Филадельфии и Чикаго о необходимости повышения ставки уже на апрельском заседании. Однако последующий во вторник мягкий тон заявлений главы ФРС Джанет Йеллен в экономическом клубе Нью-Йорка привел к ослаблению американской валюты на рынке, последствия которого мы наблюдали и на вчерашней сессии. Йеллен сообщила, что Федрезерв будет проявлять осторожность в повышении ставок, уделив особое внимание внешним рискам, таким как низкие цены на нефть и замедление роста мировой экономики. Евро рос первую половину сессии, рынок запоздал и реагировал на выход экономических данных. Перед ростом евро за счет сильных данных по потребительским ценам в Германии курс скорректировался от сопротивления 1.1330 до отметки 1.13. В марте индекс потребительских цен, рассчитанный по немецким стандартам, вырос в годовом выражении на 0,3%, при прогнозе роста на 0,2% и нулевом изменении в феврале. Месячный показатель отразил рост на 0,8%, хотя прогноз был лишь рост на 0,6%. Индекс потребительских цен, основанный на единых европейских стандартах, также вырос на 0,8% в месячном выражении при прогнозе 0,6% и на 0,1% в годовом, хотя аналитики ожидали снижения данного показателя на 0,1%. К слову, отчет от агентства ADP об изменении числа занятых в США в марте рынок воспринял неоднозначно. Несмотря на данные лучших прогнозов, пара продолжила восходящую коррекцию до уровня 1.1361, что стало новым максимумом за последние полтора месяца с 12 февраля. Рост новых рабочих мест по оценкам агентства составил 200 тысяч, против прогноза увеличения на 194 тысячи. Февральский показатель был скорректирован с 214 тысяч до 205 тысяч. По итогам среды пара подорожала на 47 пунктов, вплоть до пятничного официального отчета по количеству новых рабочих мест пара может протестировать отметку 1.14. Тем не менее, сегодня также важный день. Много данных выходит по еврозоне, в том числе сведения о заседании ЕЦБ в 14.30 по Москве. Если рынок распознает в отчете опасения ЕЦБ относительно сильного евро, то разворот пары может наступить еще до публикации нонфармов. Актуальная котировка это 1.1320. На новостях по Германии в 10.55 по Москве пара, скорее всего, разовьет коррекцию вверх, возможно, до уровня 1.1360. Однако, к концу торгов мы ожидаем возобновления нисходящей динамики в область уровней 1.1300 и 1.1270. В паре с японским конкурентом доллар был слад на торгах в среду, однако потери были незначительные, 28 пунктов по итогам дня. К тому же, спад американца проходил на азиатской сессии, после чего пара отыгрывала потери до конца торгов. Безуспешная попытка пробить поддержку 112 спровоцировала отскок пары доллар-иена, благодаря чему сработал наш сигнал на покупку. Тем не менее, американской статистике оказалось недостаточно, чтобы улучшить настроение быков по отношению к доллару. К концу торгов пара потеряла 27 пунктов с вечернего минимума, завершив сессию на отметке 112.40. Ночью вышли данные по рынку жилья Японии, которые временно расширили торговый диапазон. Статистика вышла хорошая, рост строительства новых домов увеличился на 7,8% в феврале, хотя, согласно прогнозу, ожидалось сокращение на 2,4%. Объем закладок новых фундаментов составил 974 тыс. в феврале против январских 873 тыс. Актуальная котировка 112.27. Ожидаем движение к 113 иенам за доллар уже на сегодняшних торгах. В среду восходящая коррекция фунта сопровождалась последующим движением пары вниз. Подобную ситуацию мы наблюдали дважды. Оба раза фунт тестировал сопротивление 1,4450, выше которого закрепиться не удалось. По итогам дня изменения по паре были практически нулевые, минус 5 пунктов. Вечером доллар поддержал комментариями представитель ФРС Чарльз Эванса. Позиция Эванса не сильно отличалась от той, которой придерживалась Джанет Йеллен во вторник. Однако важное отличие это то, что, по его мнению, экономика США достаточно сильна для двух повышений ставок уже в этом году. Наша вчерашняя цель продавать до 1,43 частично выполняется. Актуальный курс фунта уровень 1,4340, поэтому сегодня мы ожидаем развития нисходящей динамики. Канадский доллар укрепился против американца на прошедшей сессии, вопреки прогнозам, на 107 пунктов. Коррекция по паре пока что не наступает, но прочный уровень поддержки 1,2950 обязан поддержать американца против канадской валюты, покупки которого можно возобновлять с текущих значений. Сегодня выйдут данные по месячному ВВП в Канаде за январь. Предыдущий рост показателей составил 0,2%, а этот рост в этот раз ожидается увеличение на 0,3%. Помимо этого США выйдут данные по первичным и вторичным заявкам по безработице, которые еженедельно оказывают поддержку американской валюте. Актуальная котировка доллар Канады 1,2990, и сегодня мы ждем роста пары в сторону 1,3050. На прошедших торгах хорошо отработал сигнал на покупку австралийца. Сопротивление 0,7680 было пробито, и пара обновила максимум с июня 2015 года до отметки 0,7707. Тем не менее, на рынке бытует мнение, что пара уже давно перекуплена, что в свою очередь дает возможность уже сейчас занимать долгосрочные позиции на понижении курса. Актуальный курс 0,7644. Что касается публикаций, то сегодня нас ждет много фундаментальной статистики. В 10.55 по Москве нас ждут данные по безработице в Германии. Далее в 11.30 выходит статистика по ВВП в Великобритании. В 12.00 выйдет индекс потребительской цены еврозоны. Затем в 14.30 важное заседание ЕЦБ. В свою очередь заявки по безработице США будут опубликованы позднее в 15.30 по Москве. Как обычно, предлагаю вам задавать нам вопросы на нашем официальном форуме на сайте и на нашем канале YouTube. Ну а на сегодня это все. Я вас благодарю за внимание. Всем желаю сегодня успешной торговли и до свидания.